Супрационники системы ховы здоровья при Немане означены у Знагародами. Поддяками президента Республики Беларусь, грамотами и гоноровыми знаками от администрации президента, Министерства ховы здоровья и национального схода. Урочистая церемония гонорования с отделом высоких гостей пройшла у Гродня у передачи недоходящего профессийного свята, якое белорусские медики означают в ближайшие выходные. На главной сцене региону Гродинской областной филармонии заслуженные у Знагароды и поддяки отримали 121 супрационник буйных установок ховы здоровья, поликлиник и невеликих амбулаторий. Кожный зазначенный особистый уклад у оказания медицинской допомоги населенству. В этом году я работала врачом медицинской бригады ковидной, работала и с ковидными детками. Зимой их было по 30-35 человек, теперь, конечно, их мало, 2-3 человека у нас в районе. Все бывает и тяжело, и легко, и приятно, особенно приятно, когда дети поправляются, когда они растут здоровыми, веселыми, и смотришь на них и радуешься, что ты не зря пошел в эту профессию. Сегодня я получаю высокую награду в грамоту Совета Министров. Эта награда является еще одним свидетельством того, что не только наше отделение, но и медицинские работники всей нашей больницы готовы к оказанию медицинской помощи в каких-то экстремальных ситуациях. Эпидемия дала тому яркое подтверждение. Нам пришлось работать в условиях лечения пациентов разных профилей, не только кардиологических, неврологических, терапевтических. Десятки ознагарод от Министерства ховы здоровья. Нагрудные знаки, гоноровые грамоты и поддяки уречу коллегам были керавник профильного ведомства, а зараз старшиня Гродинского Абл-Ваканкама Владимир Караник. Як было означено, наш регион займае одну из ведущих позиций у системе ховы здоровья краины. Тут проводят высокотехнологичные операции, а так само реализуют пилотные для Беларуси проекты у голене медицины. Среди шматликих пожаданий у адрес профессионалов Владимир Караник выказал упевненность, что все выклики, дякаючи сгуртованной праце у всех звеных системы ховы здоровья, переодолены. У тем лику такие, как ковид. Год назад, еще будучи министром Дроханяне, когда мы записывали поздравления, его приходилось записывать перед пустым залом, это сказал, что мне очень не хватает лиц своих коллег, мне не хватает их глаз в зале, и мы понимаем, что у нас есть определенные проблемы, связанные с инфекцией. Но уже тогда было уверено, что эти все проблемы система здравоохранения выдержит и будет дальше развиваться. И вот сегодня, когда мы можем действительно собрать в зале наиболее отличившиеся работники системы здравоохранения и лично сказать им слова благодарности, это еще раз подтверждает о том, что они победили. Они сделали все, что должны были сделать, и они с оптимизмом смотрят в будущее.